Волк, фабрику зачистили. Выдвигаемся на исходные позиции. Конец связи. Мы побывали в темной долине. Уничтожили бандитов. Забрали вторую часть ключа у бандитского ложака Борова. И побывали в Х-18. Мы находимся на кордоне. Ой, Сидор. Не очень я хочу сейчас воевать. Потому что устал. И причем не только, я сейчас говорю, за Меченого, но и вообще. Довольно потные были задания в последнее время. Вообще темная долина так изматывает. Поэтому мне сейчас нужны боеприпасы. Выпивка. И отдых. Но поскольку женщин в зоне нет, про это я даже не говорю. Так, задание наше. Отправиться к бармену. И, собственно, отнести ему документы, которые... Ух ты. Родной, а ты далеко собрался? Откуда тут бандиты? У меня же два рожка всего. Вы че? Конченые? Ребята, я же вас всех не уложу. Ребята, вы давайте. Это самое. Не психуйте. А лучше патронов мне насыпьте. А то че-то я поиздержался в последнее время. Ну, походу, тут была нехилая заваруха. Так, но этого парня не калаш. Сколько трупов. И, судя по всему, большая их часть это трупы новичков. Потому как я вижу на карте, что там как раз-таки новички и присутствуют. Так, пустой калаш. Давайте тайник хотя бы заберем. Чтоб хоть как-то компенсировать. Наши потери. Я, наверное, все-таки скину... Ох ты. Скину все Сидоровичу. Весь наш хабар. А потом уже отправлюсь налегке, навеселе. Вот, кстати, тайничок. Я думаю, что это он, да? Отправлюсь уже к бармену. Да. Тут ломать мясо лежит. Во, во, одиночки подтягиваются. Все, ребят, ну поздновато вы. Поздновато вы пришли. Тут уже сколько трупешников. Ну и что? А мне там говорят, мужик свободен. Вот и Петруха, кстати. Посмешнее, нет ничего в запасе. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои прорвемся. Ну все, давайте, ребят. Удачи вам. Да ты-то успокойся. Нервный ты мой. Короче говоря, двигаем. Двигаем к Сидоровичу. В деревню новичков. Очень много, кстати говоря, я успел так заметить, тайников насыпали так на карте. Поэтому я пробегусь по некоторым, которые будут на пути у нас. И посмотрим, что там есть интересного. Как правило, вот в тайниках, вот сколько я уже играю в Тень Чернобыля, ничего такого особо интересного в тайнике не закладывают. Ни интересных пушек. Ни... Ничего такого. Обычно это либо что-то съестное, либо медикаменты. Ну, иногда еще артефакты. Вот, собственно, и все. Ни хрена тут тусовка. Твою мать. Ребята, что там происходит? Это просто... Они не знают. Пощады. Заходят в аномалии, горят. Стреляют. Слушайте, как бы мне сейчас не пришлось стрелять. Потому что и ко мне тут шавки подбираются. Вот, давайте. Пусть вас там штырит. А я побегу, пожалуй. Реально, как-то прям расплодилось мутантов на кордоне. Что совсем не есть хорошо. Так, а тем временем мы уже подходим к деревне новичков. Все, оружие убираем на всякий случай, чтобы парниша не нервничал. Он, кстати, уже... Он, кстати, уже вскинул ствол свой. И пытался мне тут что-то доказать. Ну, не все так просто. Волчара стоит. Не, подожди, это не волк. Кто это? А, фанат. Ну-ка. Сейчас обязательно подойду, только патронами закуплюсь. Подожди. А, точно. Точно, я вспомнил. Волк... Свалил на армей... На армейские склады. Точно. Я вспомнил, его там можно будет найти. На одной из стоянок. Точно, точно, точно. Здра... Так, подожди. Мы это дело выкидываем. Точнее, как выкидываем? Складируем аккуратненько. Сидорович, ну что, был в X-18? Документы принес? Да, вот они. Так, ага. А вот это очень даже интересно. Расскажу, не поверят. Хм... Ну, о, как. Ну, ты смотри. Даже не предполагал такого. Как все запущено-то? Ну, ладно, держи обратно. Это все нужно отдать бармену. А тебе за труды причитается. Тысяча. Ну, хорошо. Хорошо. Вот, вот это я дело у тебя куплю обязательно. А теперь, братишка, держи. Костюм сталкерский. Одна штука. Артефакт огненный шар. Пять штук. Артефакт капли. Две штуки. Ломать мясо. Одна штука. Кровь камня. Одна штука. Кристалл. Одна штука. Гравий. Одна штука. Выверт. Три штуки. Каменный цветок. Одна штука. Медуза. Одна штука. Слизняк. Слизь. Кристальная колючка. И обычная колючка. Вот, собственно, на 33 тысячи я тебе скинул товар. Я не буду, ребят, вешать себя в пояс артефакты, потому что здесь абсолютно дебилейший баланс перков, которые они дают. То есть, совершенно-совершенно сложно как-то все это правильно скомбинировать. Хотя, вот что-то мне подсказывает, что огненный шар и кристалл стоит оставить. Хотя бы один. Я думаю, мы не обеднеем. Вот что-нибудь можно на... Ух ты, кровотечение. Минус 267%. Ничего себе. Ничего себе. Кристальная колючка тоже неплохая. Да и обычная. И оба минус выносливость. А есть что-нибудь на плюс выносливость? На плюс выносливость ничего нету. Ну, тогда и они нам за ненадобностью. Так ты знал бы, как я доволен. Слушай, а почему-то тебе еще метко стоит какая-то. У тебя задание какое-то, что ли? Найти документы, отнести документы бармену, найти тайник. Я уже давно выбрался из подземелий. Родные мои. Я уже давно оттуда выбрался. Так. Так-так-так-так-так-так. Во, вернуться за наградой. А-а-а. Вожака бандитов. Точно, мы же тогда его пришили. На сценке заброшенной техники. Я по поводу задания. Во! Во! И автоматы, и патроны. Еще и полторы тысячи сверху. Ну, до встречи. Бронебойные дал, да? Мне бы обычные. Хотя бронебойные тоже, наверное, неплохо. Все, скидываем калаш. Он нам не нужен. А есть что-нибудь в нем? Да, есть. 30 патронов в нем было. Все, отчаливаем. Жалко, что по патронам немножко мы просели. Ну, да ладно. Так, сайванемся. Сайванемся. Ну, например, кордон. И поговорим с фанатом. Что у него там за дело интересное. Слушай, меченый. Ну, ты как раз кстати. Нам помощь здорово нужна. Я фанат. После волка тут за старшего остался. Вчера приходили несколько наемников. Серьезные ребята, черт. Пришли и наехали по полной программе. Мол, дескать, вам с урока один день. Территорию лагеря очистить. Теперь это их база будет. Сегодня они должны опять прийти. Ну и разговором, как ты понимаешь, в этот раз не кончится. И что вы решили? Мы решили засаду им устроить. Потому как лоб в лоб, боюсь, не устоим. Экипированы они что надо. Да и тактику боя знают, ого-го. А тут мальчишки. В общем, решили засесть тихо по домам. Вроде как ушли мы. А как подвернется удачный момент, атаковать. Нам только таких бойцов, как ты, сейчас ох как не хватает. После боя зачтемся. За нами не заржавеет. Ну так как, поможешь? Ну а почему нет? Предлагаю потратить оставшееся время на подготовку боя. План такой. Самых зеленых новичков я по домам подвалом разгоняю. С приказом нос не высовывать. А то положат пацанов. Не за хвост собачий. А мы с тобой и еще парочка ребят, что посерьезнее, займем удобные сектора для обстрела зоны вокруг костра. Они как к костру подойдут, мы их изжахнем со всех сторон. Они со стороны моста появятся. Думаю, уже скоро. Так что ищи укрытия с хорошим сектором. И по моей команде начнем. Нет, ну ты конечно сам смотри. Только на открытом месте, думаю, уцелеть шансов мало. Решай. Слушайте, ну здорово. Давайте поможем. Новичкам-то. А где эти чебуреки? Вот это что ли? Группа наемников. Слушайте. А что бы нам... Что бы нам не влететь? Сразу на них. Да подожди ты. Что... А, слушайте, а можно... Так сделать? В одно лицо на них. Хотя интересно, сколько их? Пятеро, шестеро, семеро. Семь человек? Да мне тогда проще будет их самому перебить. Чем в деревне с ними мучиться. Но броники у них, конечно, крепкие. Спорить не стану. Оп, уже и двое осталось. Вот и все. Все, кто жив, подойди ко мне. Меченый, ходи сюда. Говорить будем. Сейчас будем. Сейчас будем говорить. Стволы все обязательно собираем. Обязательно собираем. Все это мы продадим. Тем более, что точка сбыта у нас находится совсем рядом. Называется она Сидорович. И... Легко можно на этом заработать. Новички какие-то. Тимка Магнит. Вот благо еще в Тени Чернобыля не было такого понятия, как состояние оружия. Что оно портится со временем. Все оружие одинаково. Техников не было еще тогда. В 2007 году. Когда игра вышла. И в 2012 году. Когда происходило действие игры. Вот и все. Приехали. Так, дерьмо выбрасываем. Дерьмо выбрасываем. Ходить. О, ходить можем. Так. Что-то там боец пытается... Это не волк случаем. Бежит. Без оружия в руках. Ладно. В общем-то, сам напросился. Если погибнет. Суждение. Там серьезная группа. Несколько человек прямо. Бегают. Но, видимо, может быть... Марш-бросок у ребят. Не будем им мешать. Что-то мне подлагали немножко патроны. Счетчик патронов. Неправильно отображает. Количество бронебойных и количество обычных. Считается все как один. Все, ребят. Алис капут наемникам. Даже пергнуть не успели. Меченый пришел и просто в одно лицо всех. Просто в одно лицо. Да все, ребят, выходим. Выходим из сумрака. Да ты страшный человек, Меченый. Лучше тебе на дороге не попадаться. Но есть немного. Вот, держи от нас на память. И еще спасибо тебе громадное за помощь. Спасли мы, молодняк Меченый. Ну вот и здорово. Вот и здорово. Тебе спасибо. Хороший мужик. Не то что волк. Начал права качать тут же. Все, ребята, выходим из сумрака. Больше вам ничего не угрожает. Хотя, если к вам военные прилетят на вертушках и начнут права качать, вот с ними придется серьезно разговаривать, а не так. Прибежать и в одно лицо. Всех раскидать. Хабар принес. Конечно, я тебе консервных банок насобирал. Держи. 367 рублей автомат. Где такие цены виданы? Где такие цены виданы? На 1700 я ему сбагрил. Раз, два, три, четыре, пять. Пять автоматов. Неплохо. Хороший товар. Да кто б сомневался. А 200 рублей стоит банка тушенки. Я с вас умираю вообще. Слушай. Ты говорил, какое-то задание есть, да? Какое-то дельце наклевывается. В общем, тут такое дело. На блокпост из глубины зоны передали ящик с отчетом одной экспедиции. Что к северу проходило. Днем охраняют его так, будто он с чистым плутонием наполнен. А по ночам почему-то не больше двух охранников оставляют. Проберись втихаря на блокпост. Да и зиме для меня этот ящик. А я уж для тебя ничего не пожалею. В разумных пределах. Возьмешься? Слушай, ну, конечно, влетать на блокпост военных это тот еще мазохизм. Хотя, если ты мне заплатишь, я попробую. Ну так я денежку готовлю. Ведь ты меня, Мечен, еще ни разу не подводил. Только это, шума не наделай, ладно. А то там... А то нам всем тут небо в овчинку покажется, если вояки обидятся. Ну ладно, постараюсь. Что за бодягу ты мне приволок? Ну скорее я должен тебе такой вопрос задать. Так. Давайте. Будем работать. Сайванемся. Потому что мало ли. Военных, я так чувствую, там... Большое количество. Ребят, давайте, выходим из сумрака. Уже не надо сидеть в засаде. Блин, конечно, много я с собой всего таскаю. 40 килограмм. То есть у меня в запасе можно еще тащить... Тащить еще 15. Так. Превращаемся в снайпера. Гранаты есть. Гранаты есть. Но это на всякий случай. Беги, боец! Так, хорошо. Караульных мы положили. Главное оперативно собрать с них боеприпасы. И продолжать дрючить. Я очень надеюсь, что пулемета... У них нет. Как в чистом небе. Ё-моё, как вас тут много. Как вас тут много, а? Давайте сыванемся и будем потихонечку подходить. Ничего, ребята, конечно. Здоровый стрелять. Ну я, собственно, тоже не пальцем деланный. Не очень вовремя. Ну давай. Что ж ты? Что ж ты так-то, а? Так, шестеро. Да. Этот боец был не очень умен. Я бы сказал, вообще не умен. Давайте подстрелим бочки. Потому что их могут... Взорвать вместе со мной. Так, я уже начал кушать армейские аптечки. Но в этом пока нет острой необходимости. Ребята, успокойтесь. Никаких оружий. Тем более на землю. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Боец, как ты вышел-то. Как ты вышел-то. Слушайте, а как насчет сдобрить вас немножко гранаткой? Вот и все. Задолбал. Ё-моё. Ну этот тоже, конечно, задолбал. Но я думал, что я его... Немножко гранатой успокоил. А вот этот вот офицер... Явно был неспокоен. Что у нас тут припасли? Украинские военные. Ничего не припасли. Все. Вроде я всех перебил. Поэтому надо действовать аккуратнее. Капитан Иженко. Собственно, это был. Ну их достаточно легко узнать, офицеров. У них, как правило, черные береты. А обычные, рядовые... В банданах. В камуфляжных. У всех, кстати, в основном... РГД гранаты. Ни у кого нету F1. Хотя F1-то покруче будет. Радиус разлета, по-моему, 8 метров у нее. В то время как... У РГД... Всего 5. Так, это пустые, да? Так, все. Работать надо по-быстренькому. Потому что, помнится, я на стриме как-то... Когда я играл в фриплее в Чистое Небо, решил я влететь на блокпост на вот этот же. Влетел, всех зачистил, а потом мне в жопу отреспаунили... Огромный отряд. И было не очень приятно. Читайте книжки. Все, отваливаем. Ну, благо, у меня была оптика. Поэтому, как бы... Стрельба на дальней дистанции была для меня изи. Так, отсоединяем прицел. И топаем к Сидоровичу. Надеюсь, он заплатит нам... Хорошо так. Слушай, давайте возьмем и калаши у них. Раз уж мы так недалеко находимся. Сплавим мы ему и стволы эти тоже. Разрядим, естественно. Потому что Сидорович Мудила не торгует патронами. У него только жрачка и медикаменты. Давай, меченый. У тебя 20 энергетиков. Ты должен выстоять. Так, там свиноматка ходит. Я там заметил на карте какой-то трупак. Уже было, подумал, что может быть сходить проверить. Но поскольку свинюшка... А, свинюшка там даже не одна. В общем-то, лучше не ходить туда в одно лицо. Да, поскольку я немножечко груженый. На 52 килограмма. Поэтому. Поэтому, поэтому. Так, где? Здесь что ли тайник? Или где? Нет, подожди. Где-то, значит, наверху. Наверняка, да? Ох, как в свое время было интересно осматривать вот эти дома. Когда играешь в первый раз. Это, конечно, что-то с чем-то. Казалось, что это же так классно. Это же так живо. Так интересно. Это потом уже понимаешь, что это все одинаковые дома. В которых нет ничего. А, на чердаке, да? Но когда играл в первый раз, это производило впечатление. Искать тайники. Осматривать. Ожидать что-то классное. Но не всегда ты это классное получаешь. Ребята, ты сих пор на стрёме. Сидят. Ну, конечно, лучше вот так вот сидите. Чё, боец? Или я Чингис? Ну, сиди давай. Лучше реально вот так вот сидите. Потому что мало ли. Я, может быть, не вернусь уже никогда на кордон. Я же в скором будущем стану легендарным сталкером. Человеком, который уничтожил выжигатель мозгов. Открыл путь на север. Уничтожил исполнитель желаний. Разгадал загадку зоны. Это пока я просто хер с горы. Которому отшибла память. Это потом стану крутым дядькой. Задание выполнил. Вот ящик с блокпоста. Вот молочага. Удружил. Хотя, конечно, спасибо, мсет не будешь. Значит, вот, держи. Три или нет. Две тысячи тугриков. И мы в расчёте. Кстати, Зольд... Зольдыш ведь пропажу обнаружит обязательно. Так тут такой кипиш начнётся. Так что вали-ка ты отсюда побыстрее на повышенной скорости. Ну, спасибо за предупреждение. Обязательно так и поступлю. Держи. Бэйпи пассы, держи. На 600 рублей? Ты издеваешься? Сидор. Неплохо. Карп, молодец. Задания нет. Нужна работа. Не, не хочу. Мне эти задания неинтересны. До встречи. В общем-то, ребят. Давайте мы, наверное, на этом закончим. Ну, удачной охоты, сталкер. А тебе удачной торговли, Сидор. В общем-то, давайте, ребят, мы на этом закончим. И встретимся мы уже в следующей серии прямо на заводе Росток. Вот прямо на самом старте локации. Потому что сейчас топать до... Бара, это долбануться. Это надо бежать через весь кордон. Через всю свалку. И только потом уже достичь Бара. Это очень долго. Я тут, может, побегаю по каким-то тайникам, пособираю. Если будет необходимость. Хотя, такой острой необходимости в Тени Чернобыля нет в тайниках. Как мне кажется. В общем-то, ребят. Спасибо всем большое за просмотр. С вами был я, Антон. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте лайки. Да, давайте вот так вот закончим. Серию подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Читайте в Твиттере. Всем удачи, друзья. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова